В 1764 году специальным указом императрицы Екатерины II в Санкт-Петербурге было создано воспитательное общество благородных девиц, которое позже стало называться Смольным институтом благородных девиц. Цель этого учебного заведения, как говорилось в указе, дать государству образованных женщин, хороших матерей, полезных членов семьи и общества. В Смольном соборе Северной столицы с недавних пор возродилась традиция, там открыта школа смолянок. На днях ее воспитанницы встретились с прямыми потомками смолянок начала 20 века. На этой долгожданной и поистине исторической встрече побывала и наша съемочная группа. В изящных шляпках и воротничках-манишках это юные фрейлины из воспитательного общества для девочек при Смольном соборе. На встрече еще и мальчики, они из пажеского корпуса. На протяжении двух лет существует школа смолянок. На занятиях они обучаются светским манерам и этикету, знакомятся с традициями и правилами института благородных девиц. Для девочки это очень полезно, потому что нас здесь учат хорошо себя вести, держать осанку и хорошим манером. Мы изучаем, собственно, как смолянки прошлого, этикет, безусловно, манеры, трапезный этикет, столовый этикет, бальвный этикет и так далее. То есть все виды этикета. Мы с ними изучаем рукоделие, мы очень много занимаемся домоводством, французский язык, историю, про Екатерину II и так далее. Верховая езда, даже фехтование у нас есть. История современной школы смолянок только пишется. Но узнать, как было раньше, задать вопросы тем, кто напрямую связан со смолянками, стало возможно на встрече с потомками выпускниц Смольного института благородных девиц. Ирина Сергеевна – дочка смолянки. Во время чаепития, такой неформальной беседы, она делилась воспоминаниями, рассказывала о маме. «Любимое занятие – мама, расскажи про институт. И начиналось. Боже мой, с самого начала. Значит, девочка, садись, бери, давай вышиваем. Давай, шерсти не было, значит, распускались какие-то старые носки. Она мне показывала вязание. Сычье. В общем, все рукоделие, которое ей было привито. Домоводство тоже, значит, опять же, правильное питание. Никаких излистов. Избавим Бог. Ну, и потом, вот, начиная с Книксена и так далее. Французский язык, немецкий язык. И все это успевала мама, несмотря на работу, несмотря на загруженность и на тяжелое время. Ирина Сергеевна говорит, это благодаря благородному воспитанию. Своими воспоминаниями на встрече делились и другие гости. Они принесли с собой фотокарточки из семейного архива. Сегодня эта встреча с потомками смолянок, которые учились в нашем Смольном институте в революционное время, она очень тоже важна. Она вот именно помогает осознать эту очень важную духовную связь. И, конечно, это очень важно и для духовной жизни, и для нас. Мы очень рады, что в Смольном соборе есть такая школа, которая очень способствует и духовному росту. Не только практические занятия, но и такие встречи, говорят педагоги школы, дают возможность узнавать новое о смолянках и налаживать преемственность между поколениями. Продолжение следует... Продолжение следует...